Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня готовим курочку в тесте. Мясо просто тает во рту! Всем рекомендую приготовить прекрасный ужин, прекрасный обед! Готовьте вместе со мной и радуйте свою семью только домашней едой! Сначала приготовим тесто. Для него нам нужны будут следующие продукты. 200 мл кефира с жирностью 2,5%, 300 г муки, 1 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, 1 ст.л. растительного масла, 0,5 ч.л. соды и 1 яйцо. Все продукты должны быть комнатной температуры. В миску выливаем кефир и добавляем сюда соду. Размешиваем и оставляем массу на 5 минут, чтобы кефир погасил соду. Масса немного увеличится в объеме. Теперь добавляем к кефиру 1 яйцо, соль, сахар и перемешиваем. Сразу видно, что яйца домашние. Теперь добавляем муку частями и замешиваем тесто. Самое простое и самое вкусное тесто. Ужин у нас будет просто сказка! Курочка в тесте. Что может быть вкуснее? Добавляем еще муки. Теперь будем вымешивать тесто руками. Также добавляем в тесто 1 столовую ложку растительного масла. И вымешиваем. Тесто должно быть мягким, не тугим. Берем полиэтиленовый пакетик. Перекладываем тесто в пакетик. Оно очень мягкое и нежное. Тесто нужно дать время отдохнуть 20 минут. Кладем его в холодильник. Готовим дальше наше блюдо. Вам нужна будет 1 небольшая курица, цыпленок, весом 1 килограмм. 1 луковица и 5 штук очищенного картофеля. Соль, перец, специи добавляем по вкусу. Сначала мы займемся курицей. Разрежем ее на кусочки. Поразрезаем еще. Вы знаете, очень вкусное блюдо получается. И самое главное, у вас и гарнир, и мясо, и все вместе. Да еще корочка хлеба сверху. Хорошенько разрезаем. Каждое филе также разрезала пополам. Теперь переходим к овощам. Лук нарезаем полукольцами. Картофель я нарезаю дольками. Теперь я беру форму размером 28 на 22 сантиметра. Форма у меня старенькая. Застелила ее фольгой. Теперь выкладываю сюда лук. Кусочки курицы. Картофель. Снова курица. Снова лук. Вот видите, идеально подходит размер этой формы. Мне для выпекания. Курочку взяла небольшую. Ах, какое будет сочное мясо! Столько раз готовлю, и столько раз все в полном восторге от этого блюда. Рекомендую, приготовьте. Не сложно. Теперь добавляем соль, перец, специи по вкусу. Я всегда добавляю черный молотый перец обязательно. И, конечно же, соль. Хорошенько. Присаливаем со всех сторон. Присалили. И картофель. Снова добавляем перчик чуть-чуть. Теперь посыпали стол мукой. Выкладываем наше тесто. С пакетика. Вам понадобится буквально еще 2 столовые ложки муки на подпыл. Вымешиваем тесто уже на столе. И сейчас будем раскатывать его в прямоугольный пласт. Теперь переносим это тесто. Сейчас постараюсь аккуратно перенесли. Подтянули. Подтянули. Заправили. Вовнутрь. А все остальное сделает духовка. Ставим наше блюдо в разогретую духовку на 180 градусов. На вторую полочку снизу. Режем выпекание вверх-вниз. Как только зарумянилось у вас тесто, у меня прошло 40 минут, я сразу же накрываю его фольгой. И продолжаем дальше готовить курочку в тесте. Курочка в духовке запекалась полтора часа. Аромат непередаваемый. Теперь блюдо должно остыть. И только потом подаем к столу. Ну что, дегустируем. Можно вот так разрезать хлебушек. Вы знаете, такой аромат был, когда она выпекалась. Не передать словами. Теперь смотрите. Поднимаем. Ой, как пахнет. Хочу вам просто показать. Что эта курочка тает во рту. Распадается. Сочная, нежная, с лучком. Готовьте. А хлебушек, это отдельная история. Он пропитан соками. Картофель мягкий. Приготовился. Безумно вкусные, нежные и сытные блюда. Готовьте, не пожалеете. А еще можно в этот сок вмокать испеченный хлеб на кефире. Обалденно. В макате. Так еще вкуснее. Не добавляйте никаких специй. Соль и перец. Божественное блюдо. Так его люблю. Часто готовлю. Супер. С вами была Ира и канал Готовим с любовью. До новых встреч. Пока-пока. Пока.